С восьмым международным кинофестивалем «Зеркало» в регион пришли ливневые дожди. Еще не один кинофестиваль в память о знаменитом земляке Андрея Тарковского не обходился без дождя. Вода – это стихия, которая проходит через многие фильмы Андрея Тарковского, является неизменной спутницей фестивальных дней. На открытие кинофорума в Плёс приехала Валентина Матвиенко. Замечательно, что он проходит в родных местах Андрея Арсеньевича. Мы вместе с вами можем вдохнуть воздух его детства, мы можем любоваться удивительными живописными пейзажами, мы можем удивляться красоте великой русской реки. Дождь не испугал именитых гостей, известных режиссеров и актрис. Правда, места под навесом оказалось маловато. Желающих увидеть открытие уже полюбившегося кинофестиваля, видимо, оказалось больше, чем предполагалось, несмотря на ненастную погоду. Организаторы поделились, что делать фестиваль с каждым годом и проще, и сложнее одновременно. Мы переехали в Плёс, мы захватили тут уже такие высоты на этом холме, мы постепенно обживаемся здесь. Здесь хочу обратить ваше внимание, что по принципу любви Тарковского каждый раз в день открытия идет дождь. Дождь, к слову, в день открытия стал отдельным действующим лицом. О нем говорили почти все участники фестиваля. Для каждого стихия означала что-то свое. Победительница седьмого по счету зеркала режиссеру Хуан Цзы стук дождя напомнил о сокровенном. Давайте немножко помолчим и прислушаемся к звуку падающих капель дождя. Когда я нахожусь где-то вдалеке от дома, я всегда прислушиваюсь к новым звукам. И вот здесь я услышала звук дождя, и он мне чем-то напоминает творчество, поэзию Тарковского, потому что именно она вдохновила меня во многом на моем творческом пути. Хуан Цзы вошла в состав жюри, которая в этом году полностью состоит из представительниц прекрасного пола. Именно женщины дадут оценку лентам, которые получили признание на престижных международных кинофестивалях. Главное – результаты, потому что самое интересное вот в этом контексте – это мнение моих коллег, их позиция, их взгляд, их точка зрения, потому что у нас может быть совершенно неожиданный победитель, как раз тот, кого, может быть, и не награждали ни в Венеции, ни в Санденции. Это самое интересное сегодня в современном кино, когда людей, снимающих под Тарковского, становится все больше и больше. На восьмом международном фестивале «Зеркало» женщины будут главными не только в жюри. В программу документальных фильмов вошли исключительно женские режиссерские работы. Организаторам даже пришлось изменить привычное название программы «Арт-дог-фест» на «Арт-дог-феста», тем самым подчеркнув гендерный признак кинолент.